здравствуйте уважаемые друзья с вами снова владимир конюка и канал супермангал сейчас я хочу вам предоставить очередной рецепт из следующих 500 вкусного отдыха на природе сегодня я намерен приготовить окорочка фаршированные грибами с сыром и зеленью для этого естественно нужны окорочка у меня вот здесь четыре штучки вот здесь от полкило шампиньонов и сыр янтарный мне он больше нравится потому что он не такой текучий он имеет свойства вытекать при жарке для того чтобы приготовить фаршированный окорочок надо первым делом удалить кость кость удаляется таким образом вот с этой стороны где нету кожи с внутренней стороны делается разрез поваляется кость обрезается кость вынимается впоследствии вот здесь косточка обработается и у нас получается вот такой мясной мешочек и то у нас получился вот такой как бы мясной мешочек, куда мы будем закладывать начинку. Ну и покуда у нас поспевает огонь до нужной кондиции, нарезаем грибы. Грибы лучше всего нарезать вот таким вот образом. Ребята, в жарке грибов есть один маленький, но существенный секрет. Для того, чтобы грибы дали вот этот сочный, насыщенный грибной аромат, их надо именно жарить. Не варить, не тушить, их надо жарить. Сковородку нужно раскалить до высокой температуры. Нужно так, чтобы вот с масла пошел едва уловимый дымок. Грибы жарятся только на очень раскаленной сковородке в очень перекаленном жире. В первые секунды гриб должен взяться румянцем. Именно тогда и только тогда он будет вкусным, душистым и ароматным. Ну вот, на мой взгляд, масло уже нагрелось и перегрелось. То есть как раз то, что нам нужно. Вот так вот от себя закладываем к грибе. Вот видите, как они сразу начали жариться. И буквально несколько минут. Ребята, какой ароматище пошел на весь сад. Это надо слышать. Готовим зелень. Базилик, петрушечка, окропчик. Добавляем в грибочки зелень и добавляем сыр плавленый. Вот такая у нас будет начинка. Немного соли. Начинка у нас готовая. Теперь вот берем вот эти куриные заготовки и фаршируем. Теперь вот это все соединяем и закрепляем зубочисточкой. Смазываю растительным маслом. И посыпаю приправой для шашлыка. Ну и теперь самое интересное. И вот это. Спасибо. Надеюсь. Ну и вот, наконец-то. Ну вот, ребята, буквально прошло полчасика и смотрите, какая получилась красота. С минимумом затрат времени, минимум затрат материальных, но тем не менее, можно считать, что день удался. Осталось только его отпраздновать. Лайк!